Уютный приморский Бенедорм на испанском побережье Коста-Бланка очень популярен среди туристов, а также инвесторов в недвижимость. Сегодня здесь построены дорогие небоскребы и виллы, открыты парки и развлекательные центры, работают дискотеки и рестораны, а буквально полвека назад на его месте располагалась маленькая рыбацкая деревушка. В каком районе Менедорма лучше остановиться туристу, а какой подойдет для постоянного проживания? Расскажу далее. Сегодня Бенедорм относится к главным туристическим центрам Средиземноморья. В городе насчитывается более 20 зданий высотой 100 метров и выше. Апартаменты – самый популярный здесь тип недвижимости. При этом здесь встречаются и элитные, достаточно бюджетные варианты. В пригородных урбанизациях продаются виллы и таунхаусы. Средний ценник на первичном рынке здесь начинается от 100 тысяч евро за апартаменты. На вторичном рынке можно найти чуть более выгодные предложения – от 70 тысяч евро. Наиболее дешевые апартаменты в Бенедорме – это квартиры студии площадью от 20 квадратов. Такие маленькие квартиры – зачастую самый популярный вариант для дальнейшей сдачи в аренду, ведь недвижимые здесь пользуются спросом круглый год. Вообще город крайне привлекателен для долгосрочной инвестиции. А что выберете вы – квартиру в комплексе или домик у моря? Жду ваши аргументы в комментариях. Бенедорм состоит из нескольких районов. Объединяет их удобный доступ к морю, позитивная атмосфера и безопасность. При этом каждый отличается от другого, в каждом есть что-то уникальное и неповторимое. Старый город. Небольшой район в центре города. Дома здесь старые и в основном невысокие, высотой 3-4 этажа. Нового строительства не ведется. Район исторический, он скорее подойдет для атмосферных прогулок по самым старым улицам города. Посещение баров, кафе, небольших магазинчиков, старинных зданий. Здесь расположена смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на весь город и море. Самый молодой, новый район в Бенедорме – Эль Рикон де Лойс. Он абсолютно не похож на старый город. Это шумное место. Здесь расположены многочисленные дискотеки, парки, развлечений, большие торговые центры, отели, апартаменты. В этом районе построены парк водных аттракционов Акваландия и парк морских животных Мундамар. В самом городе практически не продаются отдельные виллы. Если такие варианты у моря все-таки найдутся, стоимость их будет велика – от двух миллионов евро. Двух- и трехкомнатные апартаменты в центре района обойдутся порядка ста тысяч евро. Можно встретить даже более экономичные варианты. Как обычно, ссылки на такие спецпредложения, которые я нашла для вас в интернете, оставлю под видео. Пляжи Леванте и Паньенте. Районы пляжей отличаются развитой инфраструктурой. Здесь созданы все условия для жизни на постоянной основе. Недвижимость здесь очень ценится, благодаря высокой рентабельности и круглогодичной востребованности жилья у иностранных туристов. Основная недвижимость в районе Леванте и Паньенте – это апартаменты в высотных зданиях. Такие квартиры в жилых комплексах с видом на море очень любят жители Северной Европы. Леванте и Паньенте – это оживленный район с разнообразными ресторанами, барами и кафе. Здесь расположены самые роскошные отели. На соседних улицах множество магазинов. Цена образования на курорте вполне понятна. Чем ближе к морю, тем дороже жилье. По мере удаления от моря цена меняется значительно. Самая дорогая – первая линия моря. Такая недвижимость будет стоить порядка 4-5 тысяч евро за квадратный метр. Отдельные виллы в удаленных районах обойдутся от 500 тысяч до 4 миллионов евро. Вообще недвижимости в Бенедорме продается очень много и постоянно. Не продается только земля под строительство на первой линии моря. Она практически вся застроена. Жилье там приобрести можно, а землю нет. Сравнивая в принципе категории квартиры, дома и землю, то самая ликвидная – это земля. Участков под застройку в центре не найти. Есть участки в удаленных районах стоимостью до 500 евро за квадратный метр. Итак, от чего зависит стоимость жилья в Бенедорме? Конечно, есть зависимость от стадии строительства. Как и в России, можно купить квартиру на стадии строительства, и это будет дешевле, чем ее же в уже построенном доме. Здесь работает еще одно правило – чем больше площадь квартиры, тем дешевле цена за квадрат. Есть еще зависимость от высоты этажа – чем выше этаж, тем дороже. Нужно отдельно сказать о коммерческой недвижимости. Отели, магазины, рестораны. Цена на коммерческие объекты, конечно, разнится, но точно будет в два раза ниже, чем на побережьях Коста-Браво или Коста-дель-Соль. Цены на жилье в уютном Бенедорме постоянно растут. Ежегодно тысячи туристов становятся инвесторами в недвижимость Бенедорма. Поэтому спешите стать владельцем апартаментов или дома на море, пока это доступно. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк. Оставляйте комментарии и вопросы. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах на канале. Субтитры создавал DimaTorzok